Всем привет! Вы на канале Семья Фетистовых. Меня зовут Мария. Сегодня невеселый ролик. Расскажу о неприятной ситуации, которая случилась с очень близким человеком. И предупредить всех вас, в особенности предупредить близких, старшего возраста, родителей, кто уже на пенсии, кто далек от интернета и вообще от схем мошеннических, которые довольно часто сейчас практикуются, практикуются по всей России. Произошло это где-то пару месяцев назад, еще до введения вот этих карантинных мер в связи с коронавирусом. И еще не были закрыты никакие ни магазины, ни торговые центры. В общем, было приглашение на закрытую презентацию. Презентация была массажного кресла. Было это все преподнесено так, что оно стоит гораздо дороже, если вы купите его прямо сейчас, вам будет еще куча-куча там всяких подарков. И вроде цена для такого кресла просто сказочная. Скорее всего, эти люди, которые проводят презентацию, проходят какие-то психологические тренинги, даже что-то типа гипноза, потому что в здравом уме человек посидеть, пораскинуть и взвесить все за и против не пойдет на такое. В общем, по сути, кресло, которое стоит на том же Алиэкспрессе 15 тысяч массажное, ну, естественно, оно было там расписано, что лечит все болезни, и спину, и ноги, и все-все-все. Было продано в районе 170-180 тысяч. Оформлено на месте в кредит. И человек выходит с этим креслом и миллионом подарков счастливый, в эйфории. Он не понимает, он когда вышел, он не понимает, что его обманули. Приходит домой и не сразу вообще до него доходит, что он сделал. Не говорит близким, родственникам. То есть проходит время, и можно ли вернуть что-то назад или нет, в 99% из 100, наверное, нельзя. Но я когда узнала, причем мне не сказали там, что вот обманули мошенники, вот кресло, вот подарки. И я только услышала про подарки, уже поняла, чем пахнет дело. Начала смотреть в интернете, уже и в новостях показывали про этих мошенников. И куча формов. В общем, на форумах, кто попал в такую ситуацию, нашла информацию, что есть случаи, что вернули деньги. То есть есть возможность зацепиться за какие-то несоответствия в договоре, что все-таки массажное кресло относится к медицинским приборам и должно продаваться в аптеках, ну или специализированных учреждениях. В общем, кто знает, как с юридической стороны все это подойти, возвращали товар, и вот эта организация платила деньги банку, то есть возвращала. Чаще всего попадаются на это пенсионеры, что случилось и в этой ситуации. Человек на пенсии работает, не от хорошей жизни. Плюс ко всему, так получилось, что сейчас он с больничного на больничный. То есть после пневмонии, потом после пневмонии был перелом руки и сейчас еще с воспалением в больнице. Как платить в этой ситуации кредит, вообще непонятно. Первый платеж. Вместо того, чтобы отправить деньги банку, там 5 с лишним тысяч, были эти деньги перечислены на эту же организацию. Я, как смогла, составила письмо об ошибочном переводе средств и отправили заказное письмо, но они его не берут. То есть не забрали. Я так полагаю, следующий шаг должен быть подача искового заявления в суд. Тоже надо будет искать, как это все делается. Если кто-то знает, как можно выйти из этой ситуации, что делать, куда писать, и реально ли это, насколько я поняла, это реально вообще, так как случаи были. Если у кого-то есть возможность помочь юридически, я оставлю все контакты, ВК, Одноклассники, электронная почта. Если у кого-то есть желание и возможность помочь финансово, я оставлю номер карты. Вообще просили не говорить, но я скажу, это моя мама. Ей стыдно, что она попала в такую ситуацию, но так как прошу помощи финансово-юридическое, я все-таки считаю, что должна озвучить, для кого я прошу. Конечно, мы ее не оставим. Чем можем, поможем. Первый платеж мы скинули, так как ушли деньги не туда. Но полностью погасить кредит нам тоже сейчас не по силам, так как очень много платежей по кредитам за телок, за земли. Попрошу максимальный репост, попрошу поделиться этим видео, чтобы ваши близкие не попали в такую ситуацию. Если идете на какие-то презентации, не берите с собой кошелек, не берите с собой паспорт. Потому что сколько я читала форумы, даже те люди, которые не подумали бы, что могут попасть в такую ситуацию, они выходили с кредитом и вот этими товарами. Где-то что-то подсыпают в кофе, где-то просто на уровне какого-то гипноза люди подвергаются и оформляют кредит. И многим потом стыдно, они закрываются, не говорят ни близким, не признаются, что попали в руки к мошенникам. В общем, спасибо за понимание, за поддержку, за то, что вы слушали. Берегите своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok